доброе утро дорогие друзья вы на канале питомника марии мистик сегодня 28 сентября 2021 года у нас утра прохладная погода дождя нет мы вышли на прогулку со взрослыми собачками и щеночками постарше малыши у нас дома хулиганят и в этом видео я хотела бы еще раз последний наверное ответить на вопрос в комментариях почему вы так грубо отвечаете на комментарии если вам пишут что-то неприятное вы опубликовали видео и должны быть готовы что комментарии будут не только приятные но и другого плана или вы думаете что все комментарии должны быть только приятные вот примерно не слово в слово но смысл в этом прочитала вчера такой комментарий под видео щенки барсе где я ответила на вопрос почему я не поменяла подстилку три недели собаки в будке у щенков грязно вот тот пользователь сети который написал комментарий считает что он бы уже поменял подстилку своей собаки за три недели в отличие от меня грязнули все дело в том что мои видео о жизни моих питомцев как я их кормлю как я их содержу рассказы о породе для тех кто не видел собак породы чихуа не знает как они выглядят чем их кормить как им чистить ушки когда прививать как приучить к пеленке но так как в питомнике моих собак вместе с нами живут не только собачки но и другие животные и это моя жизнь конечно же я них тоже делаю видео рассказываю показываю особенно когда меня просят об этом подписчики моего канала другими словами я делюсь частью своей жизни той жизни которая от посторонних глаз скрыта вот за этим двухметровым забором в стенах моего дома если вы видите все что происходит за забором ежедневно если вы просите меня показать моих питомцев рассказать как подрастают птенцы фазанов как подрастают птенцы курочки крольчата перепелята рассказать ответить на какие-то вопросы по содержанию или плюсы и минусы многие стоят перед выбором покупки щенка породы чихуа и задают вопросы именно о том что кого лучше завести мальчика или девочку кого лучше завести длинно шерстную или коротко шерстную соответственно я делаю видео отвечаю на эти вопросы да я делаю видео да я опубликовываю видео и показываю как это все выглядит в реале за вот этими высокими заборами стенами моего дома который скрывает от посторонних глаз мою жизнь ежедневные какие-то тут и радости и трудности и хлопоты другими словами вы приходите зрители нашего канала и любого другого канала который рассказывает о своей жизни вы приходите на чужой канал смотрите чужую жизнь грубо говоря как подсматриваете за чужой жизнью в щелочку окна двери забора за забор а что ж там происходит за этим высоким забором где много собачек и они так громко лают а почему же не так громко лают и вы почему-то считаете что имеете право оскорблять хозяина дома который вам любезно показывает рассказывает отвечает на вопросы а иногда я сама прошу в комментариях совета у друзей и подписчиков моего канала на какие-либо вопросы что-то бывает и для меня непонятно ново и очень благодарна тем людям которые пишут аргументированные комментарии дают советы на какие-либо темы но простите бывают и комментарии другого уровня когда человек приходит не на щенков лайки посмотреть как они подросли а посчитать пятна на подстилке собаки вольерного содержания уличные можно так сказать собаки и если я без грубых слов отвечаю о содержании нашей лайки чем мы ее кормим откуда у нее кровь на подстилке и советую комментатору поменять подстилку их собакам так как с нашей подстилкой все в порядке это является грубостью с моей стороны в ответах на вот такие комментарии повторяю основная масса действительно грубых комментариев хамских комментариях на канале нашего питомника без предупреждения человек идет в бан мне на самом деле нет времени отвечать на какие-либо вот такие вот грубые некорректные комментарии а если же я объяснила человеку в чем разница между породой чихуа и собакой вольерного содержания в таком вольере живет у нас барси с ее щенками барси это лайка которая вот уже через недельку мы выпустим ее щенков и они будут бегать вот по этому огороду и я думаю что нет как бы от подстилки нет какой не останется там ничего при выращивании щенков лайки разорвут и все что есть сейчас это не чихуа но вернусь к комментарию той женщина которая не понимает почему я не готова терпеть хамство и грубость в моем доме а мой канал это мой дом потому что именно о своей жизни а с жизни своих питомцев я ежедневно делюсь с зрителями и гостями нашего канала не да не только с друзьями и да я согласна что люди есть разные на канал заходят и адекватные понимающие люди и прям скажем не совсем здоровые судя по их комментариях комментариям и возможно бывает комментарии пишут не совсем трезвые взрослые люди бывают и комментарии просто глупые которые скорее всего пишут дети маленькие но чаще всего такие комментарии идут просто в бан на них никто не собирается отвечать никак если комментарии более менее без оскорблений более-менее какой-то адекватный стараюсь отвечать на этот комментарий но и не вижу я в этом ничего такого странного в том что если вы мне пишите приятные вещи я соответственно отвечаю вам тем же приятными вещами если вы пишите мне грубости то не вижу этом ничего странного что на грубость я вам отвечаю грубостью на мой взгляд это вполне себе объяснимо более того не очень понимаю скажем так тех людей которые стараются в комментарии под соусом щенки то красивые а вот подстилка то у них грязная как вы плохо типа за ними ухаживаете ставить вот какие-то свои пять копеек которые они считают обязаны они ткнуть в нос хозяину дома какой он грязнуля на мой взгляд очень даже глупо ожидать что придя чужой дом оскорбив хозяина дома вам за это должны налить чай с тортиком и сидеть слушать ваши глупости вы в гостях на канале нашего питомника в чужом доме если вам тут что то не нравится вы вправе развернуться и молча уйти в противном случае вы отправляетесь в бан других вариантов ответов на этот комментарий с вопросом почему я на грубости отвечаю грубости я не вижу на моем канале я высказываю свое мнение оно может не совпадать с вашим мнением если вы хотите высказать свою точку зрения откройте свой канал покажите своих животных в каких условиях живут ваши питомцы есть ли у вас вообще какие-либо животные и вот там пропагандируйте все что вам нравится чем вы их кормите как вы их кормите как вы их воспитываете как вы за ними ухаживаете поэтому ничего нелогичного в том что на хамство отвечают хамством или посылают в мусорное ведро вас с вашим грязным комментарием я не вижу и часто встречающиеся комментарии тоже написать какую-нибудь гадость и сказать а это мое мнение и что вы считаете оно тут кому-то очень нужно интересно важно что вы решили тут оставить ваше грязное мнение или вы встречали людей которым пришли напачкали в душу а они за это вам улыбаются и говорят приходите еще и пишите мне еще тут какие-то гадости говорите грубости или вам понравилось бы если вы опубликовали видео о своих животных а вам бы тыкали в нос а какая у них грязная подстилка или почему у вас такие невоспитанные собачки или еще что-нибудь в этом плане вы суете нос в чужую жизнь если вам ее любезно показывают это не говорит о том что будут терпеть ваше хамство наглость некорректность невоспитанность глупость если вы пишете грубости и вам отвечают грубости я удивляюсь почему же вы недовольны ответом таким же как вы собственно говоря пишите другому человеку вы написали свое мнение и почему-то ваше мнение должно сходиться с моим мнением а вот мое мнение оно не сходится с вашим поэтому вы считаете имеете право в некорректной форме в грубой форме тыкать в нос владельцу канала ну больше мне сказать на эту тему нечего если кому-то что-то непонятно идете в бан в мусорное ведро вместе с вашим мнением непонятно идите на другой канал где будут терпеть ваши помои которые вы льете глупости тупости и все остальное ну а я дорогие друзья на этом с вами прощаюсь иду заниматься маленькими щенками у нас пошли вторые сутки новорожденные щеночки очень сейчас тяжело детки есть покрупнее есть поменьше приходится прикармливать то есть это получается я не сплю практически уже вторые сутки толком мамочка первородящая щенки плачут мама нервничает волнуется из-за того что они плачут я откровенно говоря устала и у меня после вот этих хамских комментариев нет никакого желания откровенно говоря показывать свою жизнь как я живу и кому-то что-то тут разжевывать объяснять отвечать ни в грубой форме ни в ласковой форме ни в какой форме мне просто откровенно говоря это все надоело я могу ничего не показывать показывать щенка на продажу и общаться только с заинтересованным покупателем и спокойно заниматься своими делами и не тратить время на ответы чистюлем умнюлем красотулям которые лезут в чужую жизнь своими грязными ногами и считают что им должны после этого отвечать почему-то мягко нежно и корректно вот это зубы у барса мягко нежно и мягко нежно и мягко нежно и мягко нежно и вообще вам улыбнулось показала рассказала все что она думает на тему хамского поведения идите гуляйте дальше Дорогие друзья Мишка, малышка Мишу, ты не понимаешь, что-то происходит Они лугаются Где-то через недельку Барсиным деткам исполнится один месяц Я уже нашла игрушки покрепче Будем выпускать гулять И если Барси не выпускать вместе со щеночками Я думаю, у нас даже получится Погулять вместе с чихуашками Не знаю У меня есть такая задумка У меня есть вот такие крепкие игрушки Которые месячному щенку лайки Я думаю, что Может быть не порвут сразу Поэтому Если вам интересно посмотреть Действительно За тем, как растут Развиваются, взрослеют Щенки лайки И как они будут играть со щенками И взрослыми собачками Породы чихуахуа Оставайтесь с нами Подписывайтесь на канал нашего питомника И увидимся в новых видео О жизни наших питомцев Всем пока-пока До новых встреч А я пойду кормить Маленьких деток Фимы Которые плачут И ждут И ждут Молочка Да, тысик? Ты моя красотулька Да Милка оттекла Теперь она гуляет С нами Оришка еще сидит В комнате С маленькими щеночками Вот еще один из Скажем так Комментариев Которые Устала уже отвечать На эту тему Но раз уж это видео На тему комментариев Вот в последний раз Еще раз на тему Питомник Жестокое обращение С животными И бесконечные Вязки собак Вот жестокое обращение С животными А где жестокое Где доброе отношение К хозяевам Почему вы везде Вот эти чихуаши Ну везде Залезут Проверят Все возьмут Все унесут Все припрячут Да Все игрушки для них Везде игрушки Хоть высоко Хоть далеко Хоть низко Куда не убери Везде все весело И надо поиграть На тему Вот очень часто Встречающихся Комментарий Питомник Бедные животные Без конца Вяжут собак Ради наживы Ради алчности Видео было Вообще безобидное Показывала Никусю Дочку Симоны Которую мы Оставили себе И друзья И подписчики Моего канала Знают почему Чем я основывалась Оставляя себе Этого щенка Делала выбор Комментарий Бедная собака Мама Старая Рожать больше Не может Денег приносить Владельцам Больше не может Оставили значит Ее дочку Чтобы зарабатывать На ней деньги Бесконечными Вязками Для продажи Щенков Мила Текла в этот раз Первая у нее Была отечка Миле было 9 месяцев 8 месяцев Вот примерно так Она у нас Родилась в январе 8 месяцев Первая отечка Если бы Мила Не сидела месяц У меня в комнате Со щенками Наши кобели Которые живут В нашем питомнике Уже давно бы Ей сделали щеночков Но почему-то Мила месяц Прожила с маленькими щенками Несмотря на то Что мне пришлось Также читать Комментарии На тему Какой у вас бардак Почему у вас Взрослые собаки Находятся со щенками Кусают маленьких И так далее И того прочего Арише В мае будет Уже 2 года И у нее Третья течка Которую она Успешно проводит В комнате С маленькими щенками И роженицами И роженицами А не вот здесь В компании С нашими взрослыми Половозрелыми Половозрелыми Кобелями Которых Я не выспалась У меня уже вообще Тут даже язык заплетается Половозрелыми кобелями Которых у нас Не один В питомнике Значит Если бы мы были Такие вот Алчные Безбашенные Мы бы уже Три раза Успели получить От нее щенков Ну вот на тему Питомник Без конца Размножает Заставляет Собаку рожать Вот Зося Ну ты вообще Артистка Больших и малых Также Евочки Евочки Вот в сентябре Был 1 сентября Годик Течки у Евочки Уже были Евочка Не рожала Ни разу Симон Рожает Первый раз До сих пор Устала Отвечать На комментарии Не отвечаю Уже просто Блокирую Что Симона У нас С маститом Который мы не лечим Вот она Симона Где у нее мастит Каждый день Она участвует В видео Симоне 2 года Рожала 2 года В июне Рожала В июле Первый раз Течки У наших собак Бывают Происходят 2 раза в год Бывает 1 раз в год По Закону и правилам РКФ По которым Существует наш питомник Собаку вяжем не чаще Чем раз в год После рождения Щеночков А если течка У нее не каждые Полгода Получается Мы вяжем ее Раз в 2 года Ну а для тех Кто совсем Ничего не понимает В собаках Чихуа И очень любит Посчитать Чужие деньги Скажу И остаться При этом Здоровой Но если вы Взрослые люди Особенно Женщины Вы и так Знаете Как Чреватые Как это все Печально Сказывается На организме Человека И женщины Которая Родила Выносила И выкормила Почему Вы Не хлопаете В ладоши 13-летним Мамам Людей Которые рожают Вот в таком Раннем возрасте И почему-то Общество Всегда осуждает Но почему-то Про собак Все почему-то Считают Что Вот если Течка Произошла Сразу ее Повязали Ну Если вы Совсем Дебил Наверное Так и поступите Если же Вы будете Хоть немножко Разбираться В генетике Собак Вы прекрасно Поймете Что Путем Бесконечных Вязок Не то что В питомнике Да где угодно Даже в живой Природе В жизни Не то что Никаких денег Вы не заработаете Вы никаких Щенков Не получите Если бы Ариша Которая сейчас Находится у меня Закрытая в комнате Уже третью течку Родила бы Три раза Я сомневаюсь Что она оставалась Б еще живой Здоровой и веселой Собакой Ну это так На тему Дурацких Дебильных комментариев Дорогие друзья И подписчики Моего канала Я понимаю Что вам это уже Надоело Ровно так же Как и мне Но сейчас я в таком Состоянии В таком настроении У меня погибают Новорожденные щенки Вот мы их Вытягиваем Своими руками Поэтому я никому Не собираюсь Их показывать Мне надоело Читать эту грязь Мне надоело Выслушивать мнение Вот этих диванных Ветеринаров И критиков Что моей собаке Мастит Что мы разводим Тут каких-то Целенаправленно Разводим Супер Мини Собак Которые Не жильцы Каких-то вообще Уродов И не собаки Это вовсе Поэтому никаких Щенков показывать Не буду Вот выживут Буду продавать Буду показывать Видео на продажу Показываю прогулку Потому что это родители Это мамы, папы Бабушки, дедушки И мои собаки Которые оставлены В питомнике Для дальнейшего Разведения То есть это Работа Если вы не знаете Что такое питомник И племенная работа Ну идите на другой канал Пишите там что хотите На этом канале Терпеть ваши помои Никто не собирается Друзья и подписчики Моего канала Простите У меня тоже Нервы не железные И Сейчас у меня Совершенно не то Состояние Настроения Здоровья Организма Чтоб сидеть И распинаться Со всякими дебилами В комментариях Ласково и нежно Им тут что-то Разжевывать И объяснять Пришли в гости На канал Чужого питомника Не понравилось Развернулись Ушли Вы в гостях Вы не у себя дома Это я у себя дома И как хозяин дома Имею право послать вас На все Три Большие Русские буквы Шли бы вы Куда подальше С вашим мнением Ваше мнение Мне абсолютно Не важно И не интересно Если вы его Хотите высказать Высказывайте В своем доме На своей кухне Своему мужу Жене Или родственникам Для меня вы Посторонние люди С какой стати Я должна с вами Ласково и нежно Общаться Вас спустили Ваш нос Сунули Свой нос За чужой забор В стены Чужого дома И вы имеете Право Наглость Считаете Что вы имеете Право И имеете Такую наглость Хамить Хозяину дома Это мое мнение На тему Вот этих Вот комментариев И еще более Удивляющих Меня Комментариев А почему Вы так грубо Отвечаете На грубости Потому что Я не люблю Тупых людей Не люблю Наглых людей Не люблю Невоспитанных людей Которые Своими грязными Ногами Лезут в чужую жизнь И пытаются В ней устанавливать Свои порядки Где что надо постирать Где какой порядок Надо навести Не суй свой нос В чужую жизнь Займись своей жизнью Постирай подстилки Своих собак Накорми своих питомцев Сделай что-то полезное В этой жизни Сделай видео Об этом Поделись с людьми Возможно Твое видео Будет не только Интересным Но и полезным Возможно У тебя получится Сделать лучше Чем у меня Будь примером Для меня Я с удовольствием Тебе напишу Добрый комментарий И скажу Огромное спасибо На этом Дорогие друзья Всем пока-пока И до новых встреч На канале питомника Мария Мистик Здоровья вам И вашим питомцам